Социальная активность, диалог на равных, проведение форумной кампании и возможность получения образования молодежи округа в современной форме профессиям, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем. Об этом шла речь на встречу губернатора Ненинского округа Александра Цибульского с исполняющим обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Антоном Пустоваловым. О реализации молодежной политики на территории региона в текущем году смотрите в нашем следующем сюжете. Особое внимание на встречу Александр Цибульский обратил на федеральный проект «Диалог на равных». Это дискуссионные студенческие клубы, куда приглашаются выдающиеся личности, добившиеся профессиональных высот и имеющие богатый жизненный опыт. Они беседуют с молодежью и рассказывают о том, какой путь им пришлось пройти, чтобы добиться успеха в жизни. К нам же приезжают гости разные в регионы, депутаты Государственной Думы, члены правительства и другие интересные творческие люди. Наверное, вам есть смысл с какой-то регулярностью приглашать их на такие встречи с нашими молодежью. Вот у нас там была Оксана Пушкина, и просто сейчас мне пришло Светлана Журова, Ирина Роднина. В общем, такие легендарные люди, которым точно есть что рассказать. Они провели форум, но одновременно можно было бы и приглашать их к молодежи, чтобы они поговорили с молодежью. Завершение строительства здания молодежного центра откроет для подрастающего поколения новые возможности. Весь второй этаж центра будет занят под технопарк «Кванториум», что обусловлено важнейшей задачей реализации молодежной политики в регионе – дать современные навыки и компетенции подрастающему поколению. Мы все прекрасно понимаем, что не загораем через 5-6 лет те профессии, которыми, может быть, владеем мыслами, станут не очень востребованы в мире. И поэтому надо сегодня уже именно через такие современные образовательные молодежные центры стараться дать первые навыки вот этих новых профессий, чтобы они хотя бы могли вот эту новую форму профессиональной апробации пройти или профессиональной пригодности попробовать понять, что для них более близко. Исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства Антон Пустовалов рассказал, как будет проходить работа «Кванториумов». Предполагается, что это будет модульный блок, рассчитанный на три месяца обучения, где молодые люди успеют освоить проектную деятельность, собрать команду для того, чтобы создать новый проект, а потом сами смогут его защитить. Также в здании центра планируется разместить 3D-принтер, на котором ребята смогут воссоздавать разработанные изделия в осязаемые формы. Он связывался со Сколково, мы смотрели по тем программам, которые там у них можно получить, для того, чтобы наши дети могли прийти и получить какое-то образование онлайн с их запроса. Вот у ребенка есть именно какое-то, не знаю, новое направление, которое у нас в регионе нету, да и вообще его очень сложно получить. Даже в Москве сложно, может быть, найти какой-нибудь, не знаю, дизайнеры веб-среды. Как отметил глава региона, немаловажной задачей является подготовка для работы в кванториуме квалифицированных кадров, как руководителя, так и преподавателей по всем направлениям. В завершении рабочей встречи Антон Пустовалов рассказал о планах по организации каворкинг-центра. На сегодняшний день в окружном бюджете заложены средства на подготовку проекта, на переоборудование одного из зданий в городе под эти цели. Он будет включать и организацию уличного пространства около него. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова